Медитация с прибором Медапульс В практике медитации буду я, Владимир Агастьянов, психолог, консультант, клинический психолог, а также трансперсональный психолог, уже с достаточно многолетним стажем и практикой работы и исследования трансперсональных состояний, в том числе медитативных состояний. Наше занятие сегодня посвящено той теме, о которой уже очень много написано, рассказано. Я, конечно, вам расскажу сегодня со своей стороны, как тему медитации вижу я, каких результатов мне удалось добиться и что получилось у тех людей, с которыми мне довелось работать на протяжении уже многих лет. И когда мне удалось познакомиться с прибором Медапульс, я понял, что очень хорошо можно использовать этот прибор для диагностики, для того, чтобы заглянуть, что с человеком происходит во время медитации. Поскольку мои коллеги, когда я эту тему с ними обсуждал, говорят, что человек же сам все расскажет, ему нравится, не нравится, комфортно, некомфортно. Но все-таки можно заглянуть на более глубокий уровень, на котором окажется не так все просто. И на самом деле современные средства, компьютерные, в частности прибор биологической обратной связи, позволяют регулировать, позволяют не сбиться с правильного настроя медитации, правильно выполнить медитацию и получить хорошие и значимые результаты. Итак, цель нашей сегодняшней встречи – это рассказать мне вам, а вам освоить практику мини-идитативной работы, и в том числе, как отследить результаты. И содержание сегодняшнего вебинара у нас следующее. Итак, разберем по пунктам. Первое. Мы с вами определим, что такое медитация. Традиционный и современный взгляд. Потому что сегодня, если анализировать даже литературу, если вы зайдете в книжный магазин, то увидите, что о медитации пишут два рода людей. Одни такие классические религиозные деятели, их можно назвать оккультным направлением. И есть второй вид – это люди, научные практики, которые сказали, ага, в этом что-то есть, надо исследовать. Поэтому мы с вами поговорим о традиционном подходе и современном взгляде. Второй пункт. Что может вам дать занятие практикой медитации? Прямо по пунктам, я вам это все озвучу. Конкретный результат, который вы сможете получить, если будете выполнять то, что-то, что-то. Конкретно по алгоритму. Третий пункт. Медитативный континуум. Это то, куда человек попадает во время медитации. То целостное состояние, которое у человека возникает и какие стадии проходят медитирующие человек. Мы разберем его достаточно подробно. Четвертый пункт. Это условия для медитации, поза дыхания, экологии в общем медитации. Так можно экологические условия определить. Пятое – это методика медитации, дыхание, отслеживание симптомов тела, работа с мыслями и эмоциями. Здесь я останавливаюсь очень подробно и дам вам такой синтез как традиционных представлений, так и современных представлений о работе со своим сознанием, который построен у меня на достижении современных мастеров психологии. Шестой пункт – это методы медитации. Мы с вами разберем традиционные и отслеживание результатов с помощью ведопульса. Как это делают современные методы. Это медитация с помощью АПК-ведопульс, то есть на примере прибора биологической обратной связи. И я вам здесь расскажу конкретные примеры, которые я проводил со своими институльными людьми. И в заключение у нас мы будем подводить с вами итог. Медитация как шаг к физиологической регуляции, к управлению когнитивно-поведенческой и эмоциональной сферой личности. Вот это у нас такой план на сегодняшние два часа. Через час мы сделаем пятиминутный перерыв и потом еще часочек позанимаемся. Если вам что-то непонятно становится, у вас возникают какие-либо вопросы, то вы мне их пишите, я читаю и по ходу на них отвечаю. И очень интересно мне было бы узнать, конечно, есть ли у вас какой-то опыт практики медитации. Потому что я понимаю, что медитация – это очень огромный раздел. Существует масса школ медитации. Общее, что их объединяет, это все-таки концентрация. Концентрация на внутреннем субъективном мире. И вот в качестве такой цитаты, эпиграфа, мне хочется привести из замечательной книги Вильяма Аллы Берча и Дени Пинмана «Осознанная медитация», следующую их цитату о медитации. Они пишут так «Ночью в тишине боль кажется сильнее. Не всегда помогает даже боли утоляющей. Хочется сделать что угодно, лишь бы она у тебя. Страдает не только тело, но и сознание. Когда мы безустрешно пытаемся найти выход, издаем себе вопросы, пропитанные напряжением. Что будет, если я не поправлюсь? Что, если станет хуже? Это невыносимо. Вы узнаете, как постепенно сгладить страдания и вернуться в нормальную жизнь. Возможно, вы не избавитесь в процессе медитации от боли, физической травмы полностью. Но она перестанет доминировать. И вы поймете, что можно жить в мире самим собой и получить удовольствие от жизни. Вот эти авторы, которых я сейчас процитировал, они посвятили как раз себя научному исследованию процесса медитации. И выявили, что существует первичное страдание, ну, например, синяк, ушиб, да, конкретно, калина разбили. И вторичное страдание, когда человек переживает по поводу, что у него теперь разбито, он не сможет пойти на вечеринку, там его ждет там любимый человек, да, и у них расстроятся отношения, и это вызывает очень большое страдание. И, как правило, ночью вот эти все переживания, эмоции, когда психика человека расслабляется, они нахлынули, они затопляют сознание человека. И необходимо действительно освоить те методы, которые помогут справиться с этим наводнением. И издавна этому служила медитация, практики медитации. И чтобы вот рассказать вам о них подробнее, позвольте целостно представить концепцию моего видения, то, как я вам буду давать процесс и практики медитации. Вы, конечно, можете познакомиться с другими авторами, с другими видами, это, как говорится, ваше право. Итак, вот моя концепция. Медитация в переводе с латыни означает размышление. В специальной литературе под этим словом обычно подразумевают некий вид психических упражнений для достижения определенных состояний сознания. В индуистской или в ведической традиции есть похожий по смыслу термин, на санскрите пхьяна называется, что в переводе означает мысленное созерцание, осознанность, размышление. Древнее искусство самоосознания, созерцание, размышление, погружение в себя лечит от многих болезней, как духовных и физических. Я вам скажу честно, как есть, по факту я это наблюдаю. Я это наблюдаю с теми людьми, которые приходят на индивидуальную работу со мной. Я вижу, как у людей уходят, например, ревматические боли поясницы, как восстанавливается нормальная сердечная деятельность, как людям уже не требуется после медитативных практик, особенно практик в символграмме, который я попозже расскажу, не требуется больше обращаться к кардиологу, не требуется пить больше успокаивающих этих средств. Тем не менее, существует стереотип. Умение медитировать – это удел избранных. На деле это не так. Медитация доступна каждому. Нужно только попробовать. И правила очень просты. К тому же, современные компьютерные средства не позволят вам сбиться с пути погружения в глубины своего внутреннего мира. И помогут объективно отследить результаты. Помогут выбрать необходимый навык. Не только выбрать, но и отработать этот навык. Потому что навыков медитативной работы очень много. Итак, давайте же с вами поразмышляем, помедитируем. Что такое, собственно говоря, есть медитация. Определение этого понятия так же много, как и самих типов и видов медитации. В буддистской культуре это нечто вроде молитвы, иногда так понимают это явление. Особенно западные исследования. В различных духовных практиках это процесс, направленный на достижение определенного состояния сознания. То есть это освобождение от мыслей и достижение пустоты. Это вот в традиции дзен-буддизма, который наиболее распространен в некоторых районах Китая и Японии. Состояние не-ум. Это состояние чистого сознания, без содержания. Это по Оша. Думаю, во многих, многим известен этот автор. Он очень много написал книг по восточной философии, в частности, говорил о медитации. Что, в принципе, его позиция очень схожа с дзен-буддийской практикой. Состояние концентрации сознания на предмете или действия. Умное дело не в христианстве. Вот по этому поводу отмечу, что некоторые думают, что медитация – это сугубо явление такого восточного характера, пришедшее к нам из Индии, из Китая, Тибета. А у нас вот вроде как оно в наших монастырях монахи не практиковали. На самом деле это заблуждение. Наши старцы еще как это практиковали, погружались в молитвенное сосредоточение, повторяли, так же, как, например, индуисты мантру Хари Кришна, Хари Рама, то наши православные монахи, например, повторяли Иисусову молитву. Господь Иисус Христе, помилуй меня грешного. Поэтому медитация в тех или иных формах, она известна на всех уголках нашей Земли. Если обобщить, то можно сказать, что основным признаком медитативного состояния является именно очищение своего сознания от посторонних мыслей, концентрация на какой-то задаче. Во время нахождения в таком состоянии логическое и рациональное мышление выключается. Это идеаль, конечно. Человек контактирует непосредственно с подсознанием, информационным полем Земли, высшим Я и так далее, в зависимости от вашей концепции мировоззрения. Вот, кстати, современные исследователи медитации утверждают, что в процессе медитации происходит такой синтез интеграции левого и правого повышария. И происходит нечто удивительное. В результате этого изменяется взгляд на реальность. Происходят инсайты, озарения. Что же такое медитация? Медитация – это, в общем-то, дело нелегкое. Оно требует времени и энергии. Оно также требует упорства, устремленности, дисциплины. Медитация невозможна без инициативы, такого замечательного качества. Чтобы сесть в медитацию, нужно проявить инициативу, нужно проявить упорство. Конечно, гораздо проще сидеть и смотреть телевизор. Так ради чего же тогда беспокоиться? Зачем тратить только времени и энергии? Можно просто хорошо проводить время. Зачем? Кстати, с точки зрения ведической философии, просмотр телевизора – это тоже своего рода самадский, когда человек уходит в определенное состояние сознания. Ответ на этот вопрос прост. Зачем нам все? Потому что вы, я, вокруг нас – это все люди. Потому что вы человек, и у вас есть врожденная неудовлетворенность жизни, которая не оставит вас просто так и может вашу неудовлетворенность усугубить еще травмой, болезнью, конфликтами, потерей работы и дохода. Вот то, что древние монахи, древние мудрецы, которые рассказывали о медитации, называли просто неудовлетворенностью. Сегодня в психологии этот термин называется гидранистическая адаптация. Это как в той пословице. Сколько волка не кормим, он все равно в лес сможет. Когда человек покупает машину, первый месяц-два радуется, а потом к этому привыкает, и на человека снова наваливаются горести, проблемы, и все, что угодно. Поэтому задача медитации справится как раз с гидранистической адаптацией, не допустить этого чрезмерного захвата. То есть перевести эту неудовлетворенность в творческую неудовлетворенность, которая будет подталкивать человека к каким-то новым исследованиям прорыва, творчеству, созиданиям. И вы можете временно вытеснить свою неудовлетворенность и свое сознание. Вы можете часами отвлекаться на что-то другое. Это игры, особенно сейчас компьютерные, работа, пудоголики, любовные приключения, сексуальная аддикция, так это называется по психологии, по-научному. Ну, про алкоголь, вы наркотики, вообще молчу уже. Но это всегда возвращается, причем тогда, когда вы меньше всего ждете. Вот это вот неудовлетворенность. Вдруг, казалось бы, не с того, не с сего, вы садитесь, задумываетесь и осознаете свое действительное жизненное положение. Вот и все. Неожиданно вы понимаете, что всю свою жизнь вы только делаете, что плывете по течению. Вы сохраняете присутствие духа, вам удается сводить концы с концами и неплохо выглядеть со стороны, но в глубине души у вас сохраняется это периодически возникающее отчаяние. Когда вы чувствуете, что все рушится, вы в замешательстве, вы прекрасно это знаете и дно великолепно скрываете. И в психологии по этому поводу есть такой термин условно благополучный человек или семья. Когда человек хихий и каха, улыбается, а внутри него такая темная дыра, которая поглощает психическую энергию человеку, человеку просто действительно хочется пойти и повеситься. От суицидов. И вот далее продолжу, что дальше там где-то глубоко внутри у вас возникает ощущение, что должен существовать какой-то иной образ жизни, что можно как-то иначе смотреть на мир, что есть какой-то путь, позволяющий жить более полной жизни. И этот путь, конечно, хочется найти. И иной раз вам случайно удается увидеть, уловить это. Это большая удача. Вы чувствуете любовь. Вы одержали победу. Тогда в течение некоторого времени дела идут совершенно по-другому. Жизнь обретает полноту и ясность. Вследствие чего уходит вся тяжесть, исчезает обыденность. Это, думаю, многим знакомы такие минуты просветления, радости, хорошего, сознанного, активистичного состояния. Меняется вся структура ваших переживаний. Вы говорите себе, здорово, я сделал это, я теперь буду счастлив. Однако скоро это переживание исчезает. Растворяется как дыль. И у вас остается одно лишь воспоминание и неясное осознание, что-то здесь не так. Что это такое? Что не так? И вот вы садитесь, схватившись за голову, начинаете думать, рассуждать, что с вами действительно не так. Вы ненормальный? Сошли с ума? Нет. Вы просто человек. Вы страдаете той же болезнью, что и все люди. И то, что там внутри скрывается, то, что вот так вот проникает в вашу жизнь, это и есть чудовище. Та внутренняя субличность, которая сидит внутри каждого из нас, и у него очень много рук. Это хроническое напряжение, стресс-болезни, отсутствие подлинного сочувствия к людям, включая самих себя и близких вам людей, заторможенность чувств, эмоциональное чувство. Множество-множество рук у того травмированного внутреннего ребенка, который живет внутри вас и часто плачет, который хочет быть счастливым, который просит у вас часто новую игрушку. И не важно, сколько она стоит. Никто из вас не свободен от этих рук, которые вас опутывают. Хотя мы склонны это отрицать. Очень многие люди просто как бы не верят в это. Особенно я это наблюдаю множество современных мужчин, которые страдают от психологической невыноборенности. Проще говоря, пьют, заливают это дело коньяком или еще каким-нибудь алкоголем. Тем не менее, мы стремимся не думать об этом состоянии. Вот почему люди бьют. Потому что алкоголь нейтрализует процесс осознанности, блокирует проникновение внутреннее, чтобы не сталкиваться с внутренним чудовищем, которым мы себе кажемся. Чтобы не сталкиваться со своими внутренними страхами, переживаниями. Мы выстраиваем целую систему, пытаясь спрятаться от него, притворяясь, что нет. Стараемся отвлечься от него разными способами, ставая перед собой цели, строя планы, добиваясь положения в обществе. Но оно никуда не уходит. Это постоянная у нас крутая тенденция. Присутствует в каждом месте, в каждом ощущении. Это тихий беззвучный голос в голове не перестает повторять. «Я недостаточно хороший. Нужно еще что-то. Нужно сделать лучше вот это вот и это вот. Нужно мне стать лучше». И это чудовище. Чудовище, которое появляется повсюду, в тонких формах и своими действиями просто разрушает вашу жизнь. Кажется в этом случае, что жизнь – это бесконечная борьба. Какое-то гигантское усилие и весьма призрачными шансами на успех. И как же мы решаем проблему всей этой неудовлетворенности, то бишь, гимнистической адаптации. У нас у всех есть синдром. Если бы только. Еще есть другие симптомы, о них я обязательно поговорю чуть попозже. Но вот если бы только – это самое распространенное явление. Она, как правило, сидит у каждого в голове. Если бы только у меня было больше денег, 30 тысяч бы я зарабатывал, 50 тысяч, я был бы счастлив, я бы себе мог позволить взять кредит на новую машину, оплачивать, или купить новый костюм, или ездить, тогда бы смог каждый год на куроке. Если бы только мог я найти кого-то, кто действительно меня любит, и это мне в конце. Вот, кстати, ко мне на индивидуальную консультацию как психологу приходит очень много молодых женщин, которые говорят, вот если я встречу вот такому мужчину, и начинают перечислять его качества, ну, сами понимаете, богатый, красивый, физический, развитый, талантливый, и все прочее. То есть устраивается прям такой новогодний список желаний, вот тогда, говорит она, я буду счастлив. Сделайте мне, пожалуйста, такое, чтобы ко мне притянулся такой мужчина. Вот. И, как правило, конечно, ну, приходится разочароваться таким людям и встретиться с реальностью. Что мы имеем, как говорится, в результате? Мир кажется нам каким-то скверным, в лучшем случае, вызывают скуку, депрессию, да? Это эмоциональные подъемы и спады, которые можно сравнивать с элегантскими горками. И вы часто оказываетесь внизу, но мечтаете, чтобы оказаться потом наверху. И вот сущность нашего переживания это изменение, это подчеркивает буддийская традиция, ведическая традиция, которая говорит о том, что все в мире постоянно меняется, самая постоянная вещь это изменение. И естественно непрестанно происходят какие-то перемены. Жизнь течет от одного мгновения к другому. Она никогда не бывает той же самой. Вечная изменчивость вот сущность воспринимаемой Вселенной, которую мы воспринимаем через наши органы восприятия. Зрение, слух, сезание и так далее. В нашей голове внезапно возникает мысль. Через полсекунды ее уже нет. Возникает еще одна. Эта чаш уходит. Какой-то звук достигает ваших ушей, затем наступает безмолвие. Вы открываете глаза и через них воспринимаете целый мир. Но вы моргнули, и он исчез. Какие-то люди уходят в вашу жизнь и уходят из нее. То есть люди постоянно, как говорится, входят и уходят из жизни. Уходят друзья, умирают родственники. Удачи сменяются неудачи. Иногда вы выигрываете, но столько же часто и проигрываете. То бишь, у вас есть удачные проекты, а иногда проекты будут неудачные. И те люди, которые надеются, что они будут всегда успешные, всегда замечательные, увы, 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 они жестоко, как говорят в аналогии, обламываются. обламываются. Непрерывно происходит изменение. Изменение, изменение. Не бывает двух одинаковых моментов. Проведите простой эксперимент. Посмотрите сейчас в окно. Наверняка вы сидите и где-то рядом с вами есть окно. Правильно, да? Посмотрите в окно. Посмотрите на тучи или у кого-то может быть безоблачное небо. Посмотрите на них. И вам кажется, что тучи висят. Они постоянные, они не меняются, они не двигаются. Отведите свой взгляд. Займитесь на несколько минут чем-то другим. Поверните взгляд и вы заметите, что картинка, состояние неба, которое вы видите из окна, она изменилась. Тучи стали другими. Изменилась конфигурация, объем, там еще что-то изменялось. Кто-то видит там каких-то зверушек или еще что-то, какие-то ассоциации отключается. Жизнь изменчивая, как изменчивая наше небо. Тем не менее, присутствует такое явление. И в этом нет ничего плохого. Такова природа вселенной изменчивая. Но в ходе развития культуры человечества мы привыкли к некоторым ошибочным реакциям. На этот бесконечный поток изменений. Мы разделили переживания на категории. Мы стараемся отнести к одной из трех умственных категорий, каждое восприятие, каждое изменение в этом бесконечном потоке ума. И мы видим три коробки, так условно назовем. Хорошее, плохое и нейтральное. И, например, если погода ясная, солнечная, голубое небо светит, то это очень хорошо, я радуюсь. мы положили это убеждение в зелененькую коробочку, например, и будем пользоваться. И когда вас спросила, например, подруга, какая тебе погода нравится, вы говорите, да, мне нравится голубое, безбулочное небо из этой коробки. Если небо затянуто тучами, у вас вызывает негативное состояние, вы положили эту оценку в красную коробку. И когда речь заходит о плохой погоде, то вы вытаскиваете это свое убеждение и говорите, ой, когда на небе тучи, мне так становится пасмурно, хмурно, никуда не хочется идти, так бы и сидел дома, запутавшись в одеяло, смотрел бы телевизор. Есть синенькая коробочка, это у нас нейтральные оценки, это как в той песне, у природы нет плохой погоды. И здесь мне хочется процитировать цитату из Дхамапады, древнейшего буддистского текста, который определил учение Фрейда, Айрона Бека, Альберта Элиса на тысячелетие. И в нем есть такие слова принца Сиддхарта, который стал глотаной будды, говорит так. То, чем мы, то, чем ты являешься теперь, есть результат того, чем ты был. То, чем ты будешь завтра, является результатом того, чем ты являешься сегодня. Последствия злого ума будут тащиться за тобой подобно повозке великого иголом. Последствия очищенного ума последуют за тобой подобно собственной тени. Никто не может сделать для тебя больше, чем твой собственный ум. Ни родители, ни родственники, ни друг, никто. Дисциплинированный ум приносит счастье. И вот как раз задача медитации, о которой я уже говорю, это сделать свой ум вот таким чистым. Медитация направлена на то, чтобы очистить ум. Она очищает мыслительный процесс от так называемых психических раздражителей, таких как алчность, ненависть, зависть, которые держат вас в эмоциональном рабстве. Создают, как говорят современные психологи, негативное психоэмоциональное состояние и эти эмоции соматизируются в разных частях нашего тела. Благодаря медитации ум приходит в состояние спокойствия и остроенности, в состояние сосредоточенности и прозрения. Конфуций сказал по этому поводу так, работай над очищением своих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных и поступков. Поэтому медитация это и есть как раз работа с эмоциональным и ментальным содержением нашего ума. И вот здесь мне хочется дать вам уже более такое конкретное научное определение медитации. Здорово. Мне хочется выразить такими словами, что медитация это то, что нас отличает от животных и приближает к богам. и собственно говоря, эпикет древнегреческий философ сказал, что людям мешают не вещи, а то, каким они видят. Итак, из чего я исхожу свои концепции, свои практики медитации. Медитация это прежде всего психофизиологический процесс самоосознания, самоосведомленность, в котором происходит примятие и осознание динамики изменения всего, что есть, как объективного, так и субъективного мира. Обнаруживаются ошибочные иррациональные когнитивные установки, это убеждения, верования, идеи, предположения. Деактивируются деструктивные субличности и создаются на необходимое время конструктивные субличности, комбиниции, убеждения, верования, идеи, концепции и так далее. Что такое субличность? Поясню, кто не знает, субличность, это часть нашей внутренней структуры личности, которая определяет за определенную функцию. Например, у нас есть субличность мама, папа, родители, ребенок, сотрудник. Если вы недостаточно хорошо освоили субличность сотрудник, то у вас естественно будут возникать на работе определенные проблемы. Вам будет очень сложно вступать в рабочие взаимоотношения. Задача медитации избавиться, отключиться от иррациональных верований, концепций и через это трансформировать негативные эмоции, лишающие человека энергией, на позитивные психоэмоциональные состояния. То есть, если вы, например, идете на свидание в хорошем эмоциональном состоянии, вы говорите «я красивый» или «я красивый» в зависимости от того, кто вы ездят, такой-то, такой-то, даете себе положительную оценку, видите свои положительные качества, вы в хорошем настроении, в результате вы приходите на свидание, и ваш партнер вас видит действительно красивым, замечательным, прекрасным человеком. Но если вы придете в негативном эмоциональном состоянии, результат, я думаю, вы понимаете. Кисло будет. И занимаясь практикой медитации, вы очищаете свое сознание. Это приводит к снижению стресса, накоплению жизненной энергии, которая в диагностике на ведопульсе отражается в индексе Total Power. И индексы стресса соответственно. Вот Total Power я люблю смотреть по картинке раздел статистика. Там очень хорошо видно, а вот в левой нижней части слайда вы видите врезку основных индексов. Она есть в абсолютно всех приборах ведопульса, поэтому если вы всего лишь располагаете в домашней версии ведопульса, вы можете очень хорошо также оценивать результаты медитативной практики. Просто профессиональный набор вклада профессионального вида пульса, не домашний, он позволяет еще проанализировать более детали. Тем не менее, общее видение картины дается очень хорошо. Еще раз поговорим о цели медитации. Это личное преображение. Вы, вступившие в медитационные переживания, с одной стороны, это уже не вы, выходящий из него с другой стороны. Как сказал один удрец, невозможно дважды войти в одну ритму. И медитация это та река, которая очищает вас гораздо более быстрее, качественнее за меньшее время. Это как раз один из подвигов Геракла, когда он чистил геевый понюшник. Такое переживание изменяет ваш характер благодаря процессу повышения восприимчивости, позволяя вам глубоко осознавать собственные месли и словами и поступки. Ваша высокомерие испаряется, антиканизм высыхает, ум становится тихим и спокойным, а жизнь сглаживается. Таким образом, правильно практикуемая медитация подвергает вас встрече к подъемам и падениям на жизненном пути, снижается напряжение, снижается страх, тревога, беспокойство ослабевает, умиряются страсти и устанавливается и сохраняется здоровье. Все становится на свои места, и ваша жизнь течет плавно, она перестает быть борьбой. Все это происходит благодаря пониманию и осознанности. Но чаще всего медитация связывается с образом такого буддистского монаха, Будда, собственно говоря, потому что Будда это, собственно, не имя, Будда это, состояние, это, это санкскридский термин можно перевести как осознанность. То есть Гуатама Будда это Гуатама осознанность. И надо сказать, что Христос это то же самое, это также в переводе с непонятного на русский обозначает осознанный. То есть Иисус осознанный. Иисус это собственное имя человека, а Христос это его состояние. Вот, поэтому что Гуатама Будда, что Иисус Христос это как раз те представители, которые несли в мир вот эту вот практику медитации. Но так случилось, что Европа погрязла в феодальных войнах. И понятно, что когда паны дерутся у холохов, о чем-то подобие. Вся религия в европейской части в большинстве в основной массе просто превратилась в некое такое подобие больше фанатичное. И вы знаете, что в средние века происходили достаточно регулярные религиозные войны. Те самые знаменитые Христовые походы. Ну и о какой-то медитации можно говорить. О каких глубинных размышлениях. о какой научной и практической деятельности. Итак, идем дальше. Мы дошли с вами до следующего пункта, который нам покажет, что же вы можете избавиться в процессе медитации. Это четыре главные категории суждений, о которых вам можно избавиться в состоянии медитации. И если вы избавляетесь от этих категорий суждений, то индекс стресса начинает пускаться вниз у человека. Индекс здоровья начинает повышаться вверх. Цена адаптации начинает естественно тоже улучшаться. Не говорю уже про скорость биологического старения. я думаю, что все эти сейчас слушатели, которые пользуются ведопульсом, хотя бы в домашней версии, уже отследили эту закономерность между состоянием нашего сознания и психофизиологическим состоянием, которое мы отслеживаем с помощью ТГ-индекса Баевского. Итак, первое это долженствование, суждение, указывающее на то, что кто-то или что-то должны быть такими, каковы они есть. Например, я должен выиграть игру, он должен быть любезным по отношению ко мне, то есть я должен получить только красный диплом. Эта ситуация очень хорошо обыграна в ситуации одного сериала про наших медиков. Если мне память не изменяет, Стефасовский, по-моему, он называется, зимой как пошел, нашли серии, случайно попал на этот фильм, увлекся, и там была как раз серия, посвященная тому, как девочка выбросила из окна, как ее спасали самоубийцы. Оказалось, что папа очень хотел, чтобы его дочь была очень успешной и благополучной. И он ее сдал в физико-математический класс, потому что у него было определенное видение, концепция о том, какое должно быть человекообразование, тем более ее дочери. И он ее запугал просто. То есть, если ты не сдашь экзамен, плохо, по четверку даже, на тройку не дай бог, то все, будет что-то кошмарное. И вот эта установка доженствования, она у нас перетекает в следующее ужасающее суждение, которое очень часто подталкивает человека к суициду. Суждение о том, что все ужасно, жутко и кошмарно, поэтому все не так, как следовало бы быть. Например, будет ужасно, если я не закончу уборку его прихода. любимого, мужа, жены, родители, так далее. Третий пункт. Надлежит и следует. Суждение, отслеживающее неспособность человека выражать или вытерпеть мир, если он отличается от того, каким ему надлежит быть или следует быть. То есть, вот это я очень хорошо отследил в отношениях родителей и детей. Родители очень часто дают конкретную оценку каким надлежит быть, следует быть и как себя вести их детям. Если получается такая-то ситуация, то дети должны себя повести вот таким образом. Если в этой ситуации, то дети должны прийти и сказать мама, давай вот так-то так-то сделаем. Дети живут своей жизнью. Естественно, свои планы и они в этой ситуации не придут и не сделают так. В результате родитель попадает в стресс. И когда такой родитель приходит на первичную диагностику, я его сажу за видопульс и опа, там 500-600 единиц индекса стресса. Начинаем разбираться, что такое. Ну вот, детки опять не так себя ведут. Я для них все сделала, как говорится, из клювика кормила, а они сволочи. скажите, уважаемый психолог, как сделать, чтобы они были соответствованы моим надлежащим образам, как им следует правильно жить, как до них донести, как правильно жить. Переходим в манипулирование. И вот этот вид суждений у нас перетекает в следующие, порицающие суждения, принижающие личности. В данном случае родитель принижает личность своего ребенка, или там супруг может принижать личность другого супруга. Собственную или того человека, из-за которого ситуация стала не такой, как ей надлежит или следует быть, например. Типичная мысльная установка в голове. Он ужасный человек и должен быть наказан, потому что не приехал вовремя. Ой, часто как распространяется. Сколько у нас женщин истерят по этому поводу, когда муж приходит домой ну, например, не в 7 часов с работы, а в 8 часов. Все задержался, появляется в голове куча мыслей, вплоть до того, что он сидит в это время с любовницей. А муж в это время на дороге колесом не вблизи под дождем. Итак, Альберт Элис это современный исследователь когнитивной работы именно по сознанию выявил 12 иррациональных идей, лежащих в основе большинства эмоциональных расстройств. И вот с этими 12 идеями вам надлежит в медитативном процессе справляться, развенчивать их иррациональность. И только в этом случае вы достигнете позитивного хорошего благополучства психоэмоционального состояния. В этом случае ваши страхи не будут разрушать вашу печень, допустим ваша агрессия не будет разрушать именно действительно печень, а страхи почки в первую очередь разрушают. Итак, первое. Для взрослого человека совершенно необходимо, что каждый его шаг был привлекательный для окружающих. То есть если вы себя поймали на этом, значит вы попали в это самое убеждение. Второе. Есть поступки порочные, скверные и повинные в них следует строго наказываться. Еще одно национальное. Третье. Это как астрока, когда все идет не так, как хотелось бы. Все виды, навязаны нам извне. Извиняюсь, все беды навязаны нам извне. Люди или людьми или обстоятельствами. Если что-то пугает или вызывает опасения, постоянно будь начеку. Такое порноидальное расстройство личности. Легче избавиться от ответственности и трудностей, чем их преодолевать. Пожалуйста, избегающее расстройство личности. Каждый нуждается в чем-то более сильным и значимым, чем то, что он ощущает в себе. Нужно быть во всех отношениях компетентным, адекватным, разумным и успешным. Нужно все знать, все уметь, все понимать и во всем добиваться успеха. вот тот самый перфекционизм. Знаете? то, что сильно повлияло на вашу жизнь один раз, всегда будет влиять на нее еще раз или постоянно регулярно. На ваше благополучие влияет поступки других людей, поэтому надо сделать все, чтобы эти люди изменились в желаемом для нас направлении. Ох, что тут начинается, как начинает ты должен быть таким, ты должна быть вот такой и весело становится. То есть по течению и ничего не принимать, не предпринимать вот к счастью. Это вот концепция фатализма. Концепция фатализма людей, верующих, что есть судьба, что нам спущено Богом, Вселенной, дано нам это и что теперь делать. С этим я постоянно сталкиваюсь, когда консультирую это физический астролог. Люди приходят, чтобы понять, какая им карма предписана. А на самом деле, как астролог 20-летним стажем, могу сказать, что ваше будущее действительно многовариантно. Поверьте мне, и вы будете счастливы. И последнее, двенадцатый. Двенадцатое последнее рациональное убеждение. Мы не властны над своими эмоциями и не можем не испытывать. Вот это убеждение довольно такое встречается постепенно. Если вы начнете заниматься практикой медитации, то вы как раз увидите, что вы хозяин своего ума, вы хозяин своих эмоций. И вы можете испытывать те эмоции, которые вы в большей степени хотите испытывать. Тем не менее, вы внимательны к тем эмоциям, которые возникают в вашей психологической сфере, в вашем теле, это информационные эмоции. Если, например, у вас возникает тревожность, это как раз повод задуматься. Это действительно какой-то угрозы. Если возникает обида, то действительно задуматься не нарушена где-то ваша граница. Как говорится, не наступили ли вам хвост в течение на хвост. А если вина, то наоборот, вы кому-то на хвост наступили. И в медитации все эти деструктивные убеждения, которые Альберт Элис перечислили, их становится очень хорошо видно, ясно, видно их иррациональную деструктивную суд. При этом, честно скажу, что у каждого человека они немножко в другой форме выражаются, сущность у них одна и даже. Итак, сущность медитации. Когда иррациональные мысли определены в процессе медитации, наблюдение за реакциями своего ума, медитирующий их критически отвергает или переформулирует. Для этого нужно спокойствие ума и расслабление, отключение от внешней реальности раздражителей шума. То есть для медитации нужно выбрать спокойную обстановку, где вас никто не потревожит, не придет, скажет, что-то разлегся, сидишь, иди картошку чисти, вынеси из бедра мусор, или у вас есть ли семья, то по крайней мере договоритесь со своими блесками, чтобы вас не тревожили, не беспокоили. В результате такой работы медитирующего должно возникнуть три озарения или инсайта дорожаясь современным научно-психологическим языком. Первое. Сегодняшнее неблагополучное состояние имеет предшествующие причины. Закон кармы, всем известный, не будем останавливаться. Второе. Первоначальные мысли подкрепляют переживания, так как эти мысли предполагают самый негативный исход событий. Третье. Можно изменять свое эмоциональное состояние, постоянно наблюдая, задавая себе вопросы и оспаривая свои негативные и рациональные обсуждения. То есть вот то медитативное состояние это состояние, когда вы постоянно себе задаете вопросы. Ну, например, такие вопросы. Кто я? Что сейчас со мной происходит? Что я чувствую? О чем я сейчас думаю? К чему это приведет? Вот эти все вопросы как раз позволяют углубить медитацию. А что будет, если рассмотреть разные варианты, как-то так-то, то есть отыграть виртуально. Если озарение не произошло, значит ты недостаточно глубоко ослабился, успокоился, открылся содержимому своему бессознательному, продолжая углубляться в самоосознание и медитируй до результата. Уже в своей многолетней практике психологического консультирования работаю с трансовыми состояниями, когда ко мне приходят человек говорит, я хочу изменения, а он на самом деле сидит такой закрытый, весь слово из него как говорится клещами приходится вытаскивать, потому что все-таки работа психолога это такая динамическая беседа, когда вопрос ответ, вопрос ответ с той или иной стороны. Конечно, психолог больше вопросов задает, клиент меньше вопросов задает, тем не менее необходима такая открытость. И причина закрытости это как раз внутреннее убеждение, например, открываться людям опасно. Человек как бы и хочет измениться, но он не может. И вот как раз в медитации достигается более глубокое внутреннее расслабление, когда у человека прорывают вот эти плотины внутреннего застоя и человек здесь может действительно получить озарение и инсайд. И это незаменимо безусловно скажется на его физиологическом состоянии и имея прибор видопольств вы можете отследить. В древности древние вадни, древние врачи медитации в Индии и Тибете как видно в правом верхнем углу отслеживали состояние человека с помощью просто наложив пальцы на пульс человека. Сейчас мы это можем сделать с помощью веда пульса, подключить специальные датчики к рукам, к запястьям и снять результат волновой волны и получить индексы Баевского и также разложить по стихиям увидеть состояние стихий человек, увидеть состояние чакр, увидеть состояние человека органов и конечно другие психоземиологические характеристики. Личное преображение и изменение в характере можно отследить по психоземиологическим параметрам с помощью современных компьютерных технологий, традиционной юридической диагностики реализованной ВПК и ВИДОПУС. Такой ранее неуловимый процесс медитации и результатов ее можно теперь отследить увидеть. Как это сделать расскажу вам далее после перерыва. Давайте сделаем небольшой перерыв 5 минут. У кого есть вопросы напишите мне пожалуйста обязательно отмечу на них и через 5 минут мы с вами продолжим наше занятие. результаты медитации также как использовать прибор ВИДОПУС для более глубокого понимания результатов и процесса медитативного. Итак диагностика медитативного процесса с помощью ВИДОПУСа. В медитативном процессе можно выделить две большие стадии которые в свою очередь разбиваются на более мелкие этапы. Каждую стадию медитации можно рассматривать как самостоятельные виды медитации по цели полаганию и результативности. Первая стадия это релаксационная медитация или насоснительная называется джхана особенно в тибетском буддизме она так представлена. Достижение максимального покоя и расслабления и восстановления сил за счет физического и умственного покоя. Быстрый но неустойчивый результат даже от 15 максимум 20 минут практики. Человек имеет возможность именно войти в релаксацию расслабление. Следующий этап это осознанная медитация тхьяна называется традиционная раскрытие высшей составляющей нашей психики буддхи будда да это оно тоже есть или наблюдателя и очищение сознания от деструктивных мыслей социально-психологических установок концепции путем разождествления и обладения нужными убеждениями о себе о мире будущем путем временного отождествления с другими конструктивными уже образами исцеление неврозов и психосоматических симптомов требует более длительные занятия не менее 10-15 вообще люди гадамия занимаются высокой концентрацией осознания проводить работу желательно с наставником чтобы человек мог подкорректировать иначе будет простая дрема или вот та самая реакционная медитация то есть без наставников вы в психиане не сможете сделать серьезных шагов потому что вы упретеся в то что Арнольд Миндл называл порог пороговое состояние которого охраняют те самые демоны наши как раз деструктивные убеждения которые представлены в виде каких-то образов в своей конструктивной практике эти вещи я очень хорошо наблюдаю и обслеживаю и конечно помогаю людям преодолевать итак рассмотрим более подробно релаксационную медитацию джхану этот вид модифицированной медитации у нас еще известен как аутогенная тренировка по шунцу шунц немецкий исследователь где-то как раз в 30-е годы когда Германия проявляла большой интерес к культуре традиции самое главное к знаниям Тибета нацистская Германия верила что в Тибете сохраняются древние знания в древних раз которые можно исследовать и вот шунц это один исследователь который изучал тибетскую культону тибетские традиции и на основе наблюдений за медитациями делал такую отрубленную тренировку ее результаты лучше всего отслеживать с помощью индекса баевского вегеративного баланса нервной системы индекса стресса индекса морфофункционального состояния здоровья ценной адаптации и индекса старения и другим физиологическими показателями которые позволяют отследить свежих приборов ведопульс вот вы видите на геограмме чем меньше значение индекса стресса старения и адаптации и выше уровень индекса Total Power особенно более 1200 единиц и индекс морфофункционального состояния здоровья тем лучше тем качественнее прошло расслабление вот круговая диаграмма вегеративного баланса очень хорошо показывает в идеале конечно это такой треугольник разделен круг разделенный на три части это красная это у нас симпатическая нервная система зеленая паратимпатическая нервная система и глубое как я определяю это то что регулируется с помощью осознанности сознания то есть выброса гормонов в результате они должны быть иметь такую идеальную круглую форму развитие способности к расслаблению релаксационную медитацию джхану можно практиковать с помощью самостоятельно по наитию а можно воспользоваться современными средствами биологической обратной связи такими средствами являются приборы ведопульс в режиме биоуправления переходим ведопульс домашний ведопульс аксиметр минимальный вариант в процессе игрового биоуправления вырабатывается способность снижать излишнее внутреннее напряжение в ситуациях требующих полевых усилий и мобилизации внимания и вот для этого здесь в базовой версии ведопульс мы видим такие медитативные игры и вот представлю вам игру пробуждение внутренней силы в форме мультимедийного сюжета предлагается провести тренинг интегративного обучения искусству релаксации прибор контролирует степень напряжения в организме изменяет сюжет в соответствии с эффективностью расслабления сердца таким образом практикующая медитация видит результат своих усилий и может регулировать процесс расслабления например через дыхание проще всего это делать сюжет пробуждения силы предполагает в игровой форме силой мысли поднимать семь камней ценность этого сюжета также состоит в том что оно усиливает волю в жизни и здоровье я могу сказать уважаемые слушатели что многие люди ко мне приходят на психологическое консультирование с заявкой на изменения характера каких-то акцентуаций характера каких-то вещей в жизни позитивных но если человек не умеет подгружаться в свой внутренний мир я не смогу ничего сделать понимаете вот такие вот практики такие вот тренажеры они как раз вырабатывают у человека способности погружаться в внутренний субъективный мир и огромная ценность прибора такого рода является в том что они позволяют вырабатывать этот навык работа своим субъективным миром пробуждение силы это не единственная медитативная игрушка которая может изменить вашу жизнь это еще и игра медитация гармония хаоса которая работает с семью чакрами я думаю что присутствующие здесь слышали о чакрах понимают роль если кому интересно я рекомендую обратиться к одному из моих ранее прочитанных вебинаров которые так и называются чакры диагностика состояния чакров с помощью видопульса там я подробно излагаю что какая чакра значит как она работает и какое значение имеет для психологического состояния здоровья эффективности личности и вот эта игра гармония хаоса она позволяет развивать активизировать энергию чакр апеллирует к менее важному аспекту дуальной паре жизни и смерти у нас есть энергия эросайна энергия жизни энергия канадеса то есть жизнь это поддержание внутреннего порядка в организме ахаус то есть смерть в болезни и конечно и других смерти во время медитации нужно последовательно гармонизировать работу семи чакр сначала нужно направить внутренний взор на муладхару и представить как она как происходит гармонизация этой чакры если медитация будет успешной то на экране компьютера вашего паотично движущие кометы точки в круговом движении упорядочат собой полет и соберутся в круг зажгут сверхновую звезду цвет звезды соответствует цвету чакры нужно зажечь семь звезд настроить настроить чакр вот здесь как раз вы видите процесс преобразования грунтовского движения в круговое движение потом вспыхивает такая яркая сверхновая как говорится звезда те кто имеют видопульс домашний также могут работать с медитативными играми они у нас уже давно появились пробовала достаточно хорошо это вот первая игра это распустить цветок и вторая это велогонда распустить цветок своего сердца чем выражение расслабления тем больше цветков расцветает тем эффективнее снижается напряжение сердца а вторая игра это велогонда имей участие в велогонде такой виртуальный конечно преодолей свой азарт и сохранить спокойствие только так ты сможешь выиграть заезд в игровой форме научись контролировать работу сердца снизить риски развития сердечно-сосудистых протостров и не только эта игра в велогонда она хороша тем что она снижает важность когда человеку нужно расслабиться и отпустить какое-то желание но чаще всего это я наблюдаю когда ко мне приходят молодые женщины и говорят я хочу выйти замуж так хочу так хочу что ничего не получается вот этот азарт вот эти вот завышенные ожидания требования надо надо как говорится вот это ограничивающее убеждение когда сознание повисает в концепции надо ну человеку это только светит чрезмерным перенапряжением и психологическими расстройствами и кому она такая нужна перенапряженная стрессовая стрессовая потому что ну мужчины тоже как говорится достаточно умные существа и хотят общаться с нормальными расслабленными здоровыми женщинами вот и результаты этих игр вы можете отслеживать в таком вот окне в котором отражаются сразу несколько индексов сразу после окончания записи программа рассчитывает показатели характеризующие функциональное состояние при поднесении курсора графиком по всплывающим меню появляется комментарий который вы можете прочитать и сделать свои какие-то выводы и в данном случае вот вы видите как после игры цена адаптации ранее была 94% видите на вредочке да стало 70 индекс стресса был 1315 стал 459 вот как пример приведенный ну вот вопрос у нас от Галины поступил сколько надо вырастить цветков по максимуму за 5 минут вы знаете цветов конечно можно вырастить и много но тут опять же видите вот этот аспект спешки он ввергает ваш вас вазар я бы вам рекомендовал вообще не думать о том сколько вы вырастите цветов за 5 минут обратите внимание на качество и как больше вы будете погружаться в качество тем тогда количество у вас само собой придет то есть переход качества в количество это как знаете когда вы начинаете например лепить горшки например вы решили заняться гончарным делом и первое время на вылепку одного горшка у вас уходит там к примеру час а потом когда у вас приобретется необходимые навыки то у вас на один горшок будет уходить уже полчаса поэтому я рекомендую просто вот сосредоточьтесь на качество а количество оно идет уже соответственно вот надеюсь ответил на ваш вопрос продолжаем дальше идти и мы с вами продолжаем изучать релаксационную медитацию каковы ее результаты каковы ее последствия во время медитации в организме происходят следующие процессы и это как раз очень отмечено хорошо многими исследователями медитации особенно трансэнгентальную медитацию которая в первую очередь основана на релаксации на освобождении во время медитации в организме происходят следующие процессы потребление кислорода за 10-20 минут минутную медитацию снижается вдвое то есть останавливается также и время что же происходит также во время ночного сна то есть окислительные процессы которые являются основой воспалительных процессов замедляются во время медитации ослабляются мышцы лица плеч головы снимаются бронки мышечные зажимы которые я прорабатываю во время таких телесных практик на психологическом регионе замедление дыхания появление естественных остановок дыхания я уже сказал что это замедляет обкислительные процессы срушающие состояние органов сердце работает медленно что способствует его отдыху и вы как раз медитируясь редокольцем можете это видеть получается кровоснабжение внутренних органов кислородом особенно важно что в состоянии медитации мозг снабжается кровью больше чем на 60% по сравнению с ситуацией когда человек находится в обычной сидячей позе ну или там развалишься наверное то есть вот почему происходит инцаркозарение потому что мозг лучше обеспечивается кислородом хотя дыхание вроде как замедляется но качество дыхания изменяется оно становится более глубоким в живот опускается более низко во время медитации разрушаются гормоны стресса кортизол адреналин и увеличивается выброс серотонина гормона счастья поэтому медитация приносит глубокое функциональное болезнь значение медитации к настоящему времени накоплено уже множество научных исследований подтверждающих тот факт что медитация укрепляет психологическое здоровье снижает уровень тревожности фобий страхов сопутствует установлению внутреннего локуса контроля когда человек берет ответственность на себя и более позитивному восприятию стресса именно поэтому все больше людей обращаются к медитации чаще в целях укрепления и сохранения психического и физического здоровья то есть на предыдущем слайде вы видели чисто физиологические аспекты а здесь перечислены психологические эффекты обеспечивая ум и тело во время медитации двумя дополнительными пазами отдыха медитация нейтрализует напряжение и снимает одновременно все накопленные стрессы которым человек не может справиться во время обычного сна то есть сон это несколько другое состояние сон это сон а медитация это медитация более того все это достигается без ущерба умственной и физической активности и все 15-20 минут на медитации такой же как после полноценного выходного дня и вот наши предки славяне как раз это знали и поэтому после обеда никто не работал и хотели почевать как говорили на часок хотя бы и знаете исторически был такой персонаж Лджет Дмитрий который после смуты ухода Ивана Грозного пытался захватить власть в России так вот он прокололся как раз на пол что более внимательные бояре заметили что царь не спит царь не почевает после обеда а что-то ходит по дворцу что-то пытается что-то делать и это вызвало подозрения начали как говорится копать и раскопали что Дмитрий оказался далеко не потомком династии Юриковича вообще казачком и заслом критикую медитацию один-два раза в день вы ощутите не только общее укрепление здоровья но и большую ясность сны рационально используете свои резервы разумно будете действовать и останавливать более становитесь более устойчивыми в стрессах скоротечность жизни вознаграждается возможностью идти просто наскваживаться медитация пробуждения силы как раз вот одна из таких практик которая позволяет научиться правильной медитации именно которая дает вышепречисленные эффекты выше хорошо изложенное хорошо иллюстрирует экспериментом всего с 5-минутной медитацией практикой с помощью вида пульса программы кардиомоз и первой половине дня и вечером результаты отраженные ниже в следующей графике я вот лично проводил эти эксперименты мне было очень интересно как влияет то что я вам сказал раньше что медитация развивает ту необходимую способность которая меняет трансформирует сознание это я действительно исследовал и вот пожалуйста день 15 апреля нынешнего года график влияния медитации на способность организма адаптации и стрессовой ситуации график взят из стандартного набора аналитического свинопункта это диаграммы которые позволяют строить и вот здесь total power как раз индекс оценивается total power это как раз то количество энергии которое необходимо нам для нормальной жизни я думаю для вас не секрет что чем выше этот показатель определенных параметров тем лучше ну не беремте случаи когда избыточные происходит явление когда например вы встречаете человека с аритмией когда его сердце бешено скачет и там total power зашкаливает и на 4 и на 5 тысяч ну я думаю поделок встречался с этим эффектом я сейчас говорю о нормальном состоянии человека без аритмии итак первая точка диагностики это 1135 диагностика психофизиологического состояния мы видим здесь индекс 1162 единицы потом была проведена медитация зелененьким я обозначил цветом в данном случае вторая медитация медитация с помощью программы раскрытия силы то есть здесь у нас total power поднялся с 1162 на 2100 единиц это непосредственно медитация она здесь обозначена зелененькими точками это все медитативные процессы потом значит прошло какое-то время медитация причем 5 минут сегодня я взял такой укороченный вариант 1240 промежуточная диагностика видим что после медитации произошел естественный спад энергетики на 1490 то есть вот процесс процесс медитации это процесс накопления энергии а потом она переспределяется по системам организма собственно уходит психику но тем не менее оно повышается какое было и какое стало при контрольной съемке значит в четвертой точке также была выполнена медитация гармония хаоса еще которая подняла уровень жизненной силы человека на 1616 единиц тоже неплохо значит следующее видите красная точка это диагностика на фоне финансового беспокойства решения проблем которые возникают у человека в процессе его выполнения рабочих обязанностей то есть работая здесь мы видим что в это время индекс total power 1392 причем заметьте что утренняя съемка все равно в разы ниже до медитации даже стрессовая ситуация вызвала снижение энергетики организма не такое значительное она не упала ниже утреннего значит теперь переходим к следующей диагностики психофизиологического состояния вечера в 21 44 была диагностика мы видим что здесь уровень жизненной силы полтора до тысячи и делается вечерняя медитация раскрытия внутренней силы и индекс total power аж повышается аж на 3885 единиц то есть очень такая ну видать действительно человек после мурного трудного дня очень хорошо расслабился и через некоторое время была сделана контрольная замер контрольная диагностика в 2203 которая показала индекс внутренней энергии человека 1741 день заметьте утренние 1162 и вечерние 1741 вот то есть если бы мы проводили линию тренда то он у нас был бы примерно вот сейчас показываю красная стрелка то есть такой увеличенный очень хороший результат который позволяет действительно показать что происходит с темнением так на это мое исследование можно отследить параллель провести на индексе морфофункционального здоровья то есть вот видите красная точка это вот как раз стресс напряженная ситуация и мы видим что здесь индекс стресса у нас снизился значительно потом он выравнивается итак в результате четвертая медитация повысила у нас уровень состояния здоровья в процентах каждого 80% в результате человек вечером заканчивает состояние здоровья день заканчивает с очень хорошими показателями начал с 60% а закончил с 70% то есть по сути дела у человека не ухудшилось состояние здоровья в течение дней нагрузку сохранил теперь вам расскажу пример из практики применения медитации более глубокой которая меняет именно содержание сознания итак ко мне обратилась женщина 35 лет с жалобой на депрессию за несказанчивость личной жизни первый брак распался после нескольких лет совместной жизни мне осталась девочка в этом браке она осталась дочерью одна далее семьи также не складывались по простой причине мужчины уходили из ее жизни бросали после нескольких месяцев общения погружение в медитацию медитативное состояние медитация по правилам символ драмы на розу и розовый пуст в саду здесь такой вид медитации розовый пуст в саду также медитация гора река рух кому интересно можете почитать про символ драму поподробнее это гештальт медитации визуализации на себя как на цветок розы в саду выявила особенности ее родовой программы за розами ухаживает садовник мужчина срезает их наслаждается ароматом а потом бросает до вас до сада и идет к другим цветам все это видео в процессе медитации что она роза видите картинки отобразил есть садовник женщина почувствовала себя розой когда-то их с матерью бросил отец переиграв сценарий в медитации с позитивным концом у нее изменилось восприятие отношения к мужчине последовал более серьезный подход к выбору партнера по жизни изменилось и психоэмоциональное состояние более позитивное психофизиологические изменения до и после медитации представлены у меня вот здесь на ниже следующем графике сейчас я вам его представлю влияние медитативной практики медитации символ грамма на рисунок физиологического состояния вот основные индексы представлены красной линии у нас представлен уровень напряжения 240 упал на 159 единицы значит вот говорю что медитация у нас была 16 то есть она ко мне подошла в 16.00 я ее посадил на диагностику она зафиксировала свои результаты потом я с ней работал и 18.35 то есть это достаточно длительная медитация была потому что она требовала проработки была сделана следующая медитация причем еще немножечко времени дел чтобы именно отследить собственно результаты медитации а не медитативный процесс надо некоторое время выждать то есть не сразу клиенты садители сами себе будут садиться на медитацию чтобы именно увидеть результаты итак мы видим что уровень напряжения красный упал зеленым цветом мы видим индекс морков функционального здоровья вырос 65 на 85 физиологическое состояние улучшилось и синим цветом мы видим цену адаптации она также у нас увеличена естественно незначительная уменьшилась 46 на 42 о чем это говорит о том что эта женщина потратила энергию на адаптацию к новой роли к новой своей сущности и я хочу вам уважаемые друзья сказать что не требуйте от себя и своих клиентов чтобы у вас постоянно только соответственно увеличивались или уменьшались индексы стресса иногда в процессе терапевтической работы глубокой медитации иногда когда человек встречается со своими демонами страхами как Будда встретился с Богом Ямараджем Богом смерти индексы напряжения скачут и это как раз показатель что нужно продолжать действовать двигаться в другом продолжать в этом же направлении что в общем-то правильно еще человек поднимается в гору еще предстоит спуститься с вершины и обрести умилотворение благополучия правый график он у меня показывает влияние медитации в данном эксперименте на скорость биологического старения несмотря на то что цена адаптации у ней снизилась влияние медитации вот скорость биологического старения снизила с 0.91 на 0.49 в данном случае мы видим практически все положительные моменты то есть цена адаптации снизилась скорость биологического старения тоже снизилась это как раз пример когда медитация прошла под моим чутким руководством достаточно эффективно и с хорошими результатами еще раз подчеркну что могут быть иногда и например вырасти какой-то индекс например цена адаптации может в данном случае как я сказал повысилась потому что человек осваивает новую стратегию медитации применяет прилагает усилия чтобы приобрести новые социально-психологические убеждения и так далее следующий график у нас влияние медитации на душ и ватах и такапа вот это самая женщина у меня то есть голубым синеньким цветом здесь обозначено до а таким бортовым после медитации то есть мы видим что питта душа уменьшилась вата возросла потому что как бы сказать вата это все-таки ментальные процессы очень серьезно сказываются и в целом капха который символизирует спокойствие мировоззрения у ней повысилась это вот 25 капха души вот показал вам подбедный пример и так методика медитативной работы давайте я вам сейчас за оставшееся ваше время конкретно по пунктам как говорится делай раз и делай два методика медитативной работы первое это медитативный контейн его нужно очень хорошо понимать второе это медитативные упражнения и третий это анализ результата вот сейчас будем с вами разбирать это делать с помощью ведопульса вы можете это делать сами для себя отслеживать свои хорошие результаты медитации а также можете показывать например своих клиентов то есть если вы психолог врач если вы рефлексотерапевт или еще какой-то специалист там ведете тренинги можете использовать медитацию своих практик по этому алгоритму работать со своими людьми и со собой медитативный контейн что такое медитация представляет собой процесс достижения желаемой цели состояние самоосознания сверхсознания то есть стать наблюдателем раскрыть свое высшее я кому более интересно эта тема рекомендую почитать Роберто Асаджиоли психосинтез к этой книге отсылаю детально не буду восстанавливаться то есть стать наблюдателем в процессе медитации который есть тело не есть эмоции мысли а это всего лишь способ выражения своего высшего я как наблюдателя процесс наблюдения определяет наблюдаемое достигнув этой цели медитирующий может либо воспринять восполнить ресурсы здоровья либо привести практику очищения дезадаптивных ментальных концепций и убеждений однако необходимо помнить что это состояние достигается не каждый раз даже человеком с большим опытом медитации тем не менее положительный терапевтический эффект может быть получен без достижения конечного состояния схема медитативного медитативного континума и так вот здесь вы видите описание раз два три четыре пять раз два три четыре пять шести состояний которые определили Джордж Эвели и Розен Кремп разместили все типичные переживания людей в процессе медитации вдоль оси названными медитативным континумом что мы здесь видим первое медитация начинается в первый момент то есть вы садитесь удобно чтобы вам ничего не мешало и никто не мешал делаете глубокий вдох выдох сбываете глаза позвоночник прямой вам сидит удобно и вы погружаетесь и вот следующим этапом у вас возникает скука через некоторое время происходит гидронистическая адаптация к этому состоянию и вам становится скучно появляются отвлекающие мысли выключил ли утюг подарит ли мне на день рождения коробку конфет или букет цветов или еще что-то такое будет после того как вы поработаете с отвлекающими мыслями научитесь останавливать мутренний диалог притормозите процесс эту болпушку как говорится внутреннюю наступает глубокая релаксация и появляются отстраненные наблюдения и как результат вы выходите в сверхсознание сознание высшего я этот непрерывный ряд не носит характера постепенного движения от одного действительного состояния к другому медитирующий может перескочить от одного состояния к другому и обратно с другой стороны переживания в рамках каждого состояния могут варьироваться от степени глубины то есть уважаемые друзья хочу сказать что то что я вам сейчас перечислил в том порядке в котором рассказывал как веду сейчас с девочкой это не обязательно то есть вы от начала медитации можете перепрыгнуть отвлекающим мыслям затопляет поток вашего мышления и вам приходится работать на когнитивном уровне размысливать ваши процессы деспективные жизни может ваша медитация начаться и вы можете сразу перепрыгнуть глубокую релансацию и выйти уже на более другие уровни самат связь сознания если с этим моментом все понятно идем дальше отвлекающие мысли остановимся на этом кутке медитативного континума в процессе медитации неизбежно появляются мысли и образы которые человек воспринимают их памяти их не следует ни подавлять не анализировать их надо просто принять медитация без возникающих мыслей и образов была бы тоже неестественна как сон без наведения медитацию можно сравнить с удивительным путешествием в некую неедумую страну расположенную между сном и божеством это самое пресловутое состояние которое отслеживают психо-визиологи изучающие работу головного мозга сталкиваясь по пути с мыслью и образом человек просто отмечает их появление и продолжает свое путешествие глубже и глубже расслабляется релаксация Аджхана важная ветра на пути к сверхсознанию раскрытие своего высшего я наблюдателя после того как концентрация будет достигнута процесс войдет на стадию глубокой релаксации релаксация человек уже не столь привязан к ритму дыхания или внешнему образу а оказывается подхваченным потоком происходящего который несет его а ему остается лишь следовать вместе с ним то есть медитация это поток это изменение так как вы смотрите на голубое небо и видите как облака меняет свою форму и вы наблюдаете за своими мыслями облаками безоценочно без суждения понимаете свое содержание как есть благодаря этому приходят удивительные прозрения сознания инсайта отстраненное наблюдение следующий этап медитативного континента в литературе по йоге это описывает как состояние которые медитирующий просто существуют с окружением а не противостоят ему пытаясь подчинить себе это неаналитическое интуитивное состояние измененное состояние сознания наступает далеко не в каждом санте как я уже говорил его трудно выразить словами оно может ощущаться как падение в ничто или как чувство необыкновенной легкости тела даже даже избавление от действий силы земного протяжения и это я могу вам действительно подтвердить своим опытом очень часто я в процессе психологической терапии люди у меня преодолевая свои какие-то кризисы страхи выходили вот на это состояние чистой тишины пустота вот именно то что в гуддийской традиции называют шмиятом это факт это состояние очень прекрасно наполняет человека действительно таким потоком психической энергии долгополучия что на себя происходящее в собственном теле в процессе медитирующий смотрит как бы со стороны я вижу себя со стороны этого состояния наблюдателя последней ступени медитативного опыта является состояние сверхсознания это состояние по-видимому отличает себя все предыдущие состояния отличаясь только однако большей интенсивностью переживаний состояние раскрытия сверхсознания характеризируется следующими моментами хорошим настроением спокойствием умиротворенностью ощущением единства с окружающим то что древние называли союзом микрохосмос человек с махохосмос это состояние самарской еще можно его так назвать традиционно его называют третье непрерывностью ощущений то есть вы находитесь в состоянии потока четвертое изменением пространства и временных соотношений пятое обострившимся расприятием реальности смыслы окружающего шестое парадоксальностью то есть применение вещей которые кажутся парадоксальными обыденному сознанию например принятие себя одновременно как сильным и слабым мудрым и глухым активным и пассивным здесь как раз инсайт человек посещает очень хорошо и конкретно далее практика медитации значит существует очень много позиций для медитации вот если вы наберете например в том же яндексе или в углу медитации раздел картинки то вы увидите те самые позы которые я вам очень много уже демонстрировал когда человек сидит в позе лотоса или полулотоса с закрытыми глазами руки на коленях мудрые сомпутые большие большой палец указательный другой палец тем не менее это просто традиция чтобы медитировать не обязательно садиться в позу лотоса это индийская традиция в древней Индии не было стуны там земля достаточно хорошо прогревается и чтобы сидеть можно просто для мягкости подложить какую-нибудь подушечку а попробуйте у нас зимой в частном доме посидеть на полу я думаю кто жили кто бывал в гостях знакомые с условиями частного дома как говорится построенного на земле на фундаменте зимой это сильно польза луксуса извините не посидишь поэтому в нашей как говорится русской традиции стулья диваны пресла необходимая часть уберегающая согревающая наше здоровье и так значит вот здесь на этом слайде представлено две позы для медитации первая медитация заменяющая позу лукаса когда вы сидите с прямой спиной подложив под себя для удобства какую-либо подушечку ноги прямые руки на бедрах лежат и вторая поза это почера кучера она очень часто используется мной на тренингах так же как и другими мастерами она недаром называется поза кучера она возникла тогда когда в древности люди ездили на каретах и вчера были вынуждены долго сидеть ожидая своих заказчиков хозяев на семинах ожидая дальнейшего следования итак поза для медитации домашних условий комфортная и удобная поза для медитации это сидя на стуле со спинкой или на кресле главное чтобы была опора для спины облаготитесь на спинку стула чтобы спина была прямой и не была напряжена не обязательно садиться в позу лотоса и подгребать ноги под себя как это часто показывается на картинках на фотографиях и если тебе удобнее просто поставить ноги на пол делайте это руки можешь положить на колени либо собрать замок как на картинке главное чтобы тебе было удобно расслабь тело ставь ноги и руки как тебе захочется главное чтобы не напрягалось поза сидя самый легкий и удобный способ практики медитации также можно лежа на достаточно твердом покрытии с ковриком медитировать вот это основные правила по расположению себя дыхательная медитация дальше как мы работаем с дыханием сделайте первичную пульсовую диагностику в стандартном 5-минутном режиме и приступите к медитации можно совершить медитацию в режиме биоуправления продолжительность 5-10 минут я для краткости делал и 5-минут при наработке навыки можно и более глубоко поглазаться на более длительное время это дыхательные практики и так конкретно теперь вы сделали предварительную диагностику с помощью ведопульса домашней версии или версии основной ведопульс сколько у вас там на нее накручено или с помощью оксиметра оксиметра там есть некоторые детали подскажу конечно оксиметр у нас снимает пульсовую волну с помощью уха то есть я рекомендую его прицеплять на левое ухо еще так же я делал прицепляя его к левому мизинку левая часть она ближе к сердцу лучше пульсовая волна прочувствуется и так методика дыхательная медитация дыхательная медитация значит второй пункт первый пункт я не описался первый пункт сделали сели расположились удобно сделали предварительную диагностику вторым пунктом закрываем глаза и сосредотачиваетесь на дыхании чувствуете как воздух наполняет ваше тело кидает его обратите внимание на ощущения которые сопровождают движение воздуха через рот нос ворона вверх в процессе питания расширяется и опускается дыхательная клетка и живот сконцентрируйтесь на тех местах и ощущения сильнее всего сохраните связь с каждым вдохом и выдохом наблюдайте за ними удерживайте от желания изменить и не ожидая чего-то особенного то есть вот другому можно еще сказать более в кратком вы видите делается так вы садитесь удобно закрываете глаза и делаете глубокий первый вдох так можно держать чуть-чуть на несколько мгновений дыхания и делаете выдох и с каждым выдохом вы расслабляетесь все больше и больше выдох это акция и еще раз вдох и выдох выдох и вот этим выдохом вы продолжаетесь поменять или как раз бытие трансцендентальное бытие так если вам позволяет ваше состояние сядьте на стоп прямой спинке и поставьте ноги на пол сидите правильно прямо но без напряжения если вы не можете сидеть поставьте на пол пуврик или одеяло и лягте на пол кровать руки должны быть максимально расслаблены четвертое если вы отвлекаетесь мягко верните внимание обратно дыханию постарайтесь не критиковать себя это нормально нашему сознанию свойственно отвлекаться умение заметить что вы отвлекаетесь и попытка вернуться к дыханию составляет основу практики медитации то есть как только вы замечаете что вы отвлекаетесь это значит что медитация очень хорошо если вы не замечаете что вы отвлекаетесь это значит что вы уснули все медитация и конец медитация это осознанный покой ваше сознание может в конце концов успокоиться а может и нет даже если оно успокоилось не встречено что это неповременно не встречено что оно быстро заполниться мыслями сильными эмоциями страхом взрослым нервными напряжениями или любовь наоборот ощущениями которые могут вскоре исчезнуть как бы ни происходило у вас внутри просто наблюдайте за этими процессами никак не реагируя на них и не пытаясь ничего изменить шестое снова и снова возвращайте внимание к дыханию через несколько минут откройте глаза и оглядитесь если хотите посидеть еще какое-то время с закрытыми глазами то посидите и делайте это седьмым этапом дыхательной медитации это диагностика результатов после плавного выхода из медитации через несколько минут выполните итоговую диагностику и сравните результаты и сделайте выводы отметите на что обратить внимание при следующей медитативной практике и вот я вам здесь представляю до и после на верхней диаграмме вы представлены классические индексы стандартные которые есть в любом домашней версии и так видите вот это у меня реальная практика медитации взята одного из моих практикующих уровень с которым начинал индекс стресса вот видите 796 единиц тот человек ушел достаточно напряженный уровень цены адаптации 86% тоже очень высокая скорость биологического старения 2 единицы тоже достаточно высокая уровень здоровья 40% показываем вот сделали такую медитацию в данном случае мы делали буквально 15 минут медитации того пример который я вам сейчас индустрирую что произошло человек погрузился в медитацию и результатом стало 84 единицы индекс стресса то есть это очень хороший не у всех кстати получается я вам этот пример именно привел как очень хороший результат от практики человек честно выполнил честно медитировал цена адаптации человека с 86% опустилась она аж 34% скорость биологического старения 0,9% индекс здоровья поднялся с 40% на 90% и теперь обратите внимание что произошло с вата-доши вата-доши это тревожность беспокойство стремление к метанию много таких каких-то абстрактных пустых мыслей медитация уравновесила баланс произошло увеличение питта-доши питта-доши это как раз концентрируется в головном мозге то есть это огонь трансформации сознания в данном случае как раз и произошло вот это перегорание или как еще говорят физики аннигиляции дискуссивных эмоций переживаний процесс расслабления психическая энергия высвободилась и ушла куда-куда надо и это мы видим как раз в индексе здоровья он поднялся на 90% ну и естественно капха тоже у нас подросла появилось 58% то есть значительно больше чем с тем что значит что результатом стало выводы по итогам диагностики индекс стресса то есть где спрятаны наши эмоции величина снижения индекса напряжения говорит насколько человек в медитации смог расслабиться отключиться от проблем и забор открыться поток уже переработал отрицательные эмоции которые оказывали выучили застоявшимися бессознательным негативное влияние на здоровье сопоставляем с диаграммой 12 меридианов вот мы видим 12 меридианов органов и делаем вывод избыток энергии в меридиане органа эмоции связанные с этим органом чрезмерны разрушительны недостаток эмоции органа вытесняются информационное послание не доходит до сознания человека норма человек успешно переживает эмоции органа информация эмоции работает на благополучие человека ну помните я уже вам говорил что например сердце это радость почки это страх печень это агрессия и так далее это к родилу психосоматики отдельная тема у нас возникает значит выводы по итогам диагностики цена адаптации для того чтобы поддержать жизнь в непрерывном изменяющемся внешней среде живой организм в целом должны диагировать на эти изменения это показатель насколько быстро меняются стратегии поведения схемы обработки ментальной информации сколько на это тратится жизненной энергии если цена адаптации высокая значит происходит застревание психоэмоциональных состояниях используются недостаточно эффективные модели и стратегии поведения также человеку тяжело осознать что-либо какую-либо часть себя процесс концентрации нужно отрабатывать тренировать присутствует потребность более быстрого переключения на другой фрагмент медитативного сюжета но по какой причине этого не происходит это нужно отдельно разбираться в каждом случае выводы по итогам диагностики скорость биологического старения скорость биологического старения показывает насколько деструктивны паттерны мышления и эмоции негативные эмоции просто старят изнашивает систему органов и организм в целом следует более тщательно обратить внимание на работу с эмоциями размысливать их в медитации и психоэмоциональное состояние в целом этот индекс показывает насколько проблемы застревают в теле свидетельствуют по так называемому мышечному панцире который выполняет защитную функцию для психики но дорого обходится для здоровья в целом и сердце в частности очень хорошо снижает этот индекс динамические медитации проводил конкретные исследования ребят которые этим занимались но в силу ограниченности времени я сейчас не могу продемонстрировать так выводы по итогам диагностики индекс морфо-функционального состояния индекс total power вот такие вкладочки которые вы можете видеть классические как раз они очень хорошо представлены до медитации до медитации и после медитации отражаются индекс морфо-функционального состояния индекс морфо-функционального состояния интегральный обобщающий показатель разговора учитывающий другие наиболее важные индексы про total power я уже говорил сейчас не буду экономить времени детально останавливаться значит так следующий у нас для большего удобства анализа результатов медитации пользуются динамикой вкладки я вам взял вкладку одной из моих клиентов ей очень много порядка 8 сессий с ней провел и вот как я воспользовался разложив ее состояние цена адаптации индекс морфо-функционального состояния скорость биологического старения уровень стресса total power все это очень хорошо показывает и нужно делать вне модели итак заключение медитация это встреча с реальностью той реальностью которой вы по каким-то причинам избегаете не хотите признавать медитация это глубокое вхождение в реальность это не гипнотический транс которым вам вами может управлять кто-то другой человек транс это не гипноз она не ограждает вас от страданий кто-то не полна жизнь она дает вам возможность погрузиться в жизнь во всей ее полноте так глубоко что вы определите барьер боли и выходите за пределы страдания то есть все-таки это именно эффективное понимание то есть у нас есть первичное страдание как я говорил в начале и вторичное психологическое то есть как раз избавиться от психологического страдания а от первичного страдания даже вредно избавляться потому что ну сами понимаете у вас нога травмирована например а вы будете прыгать проще тогда обезболивающее принятие когда можно еще усугубить положение амозом покоя медитация осознанности это практика выполняемая с целью научиться без страха смотреть в лицо реальности в полной мере переживать жизнь такой как правильно есть и преодолевать все трудности с которыми вам приходилось сталкиваться в жизни медитация это встреча с реальностью как я уже говорил медитация осознанности дает вам возможность отбросить иллюзии освободиться от всякой милкой лжи в которой вы погрязли что есть то есть вы тот кто вы есть и привычка не лгать самому себе оправдывая собственные слабости и мотивации лишь легче привязывает вас к лесу иллюзии медитация осознанности это не попытка выбраться или спрятаться от трудности она учит вас видеть себя такими какими вы и есть видеть то что есть полностью принимать это только тогда вы сможете что-то изменить медитация осознанности позволяет сохранить целостность а значит функциональность здоровья и благополучия и вот на этом моменте я вам хочу пожелать здоровья благополучия освобождения страданий благодарю всем за внимание желаю всем счастья благополучия успешных медитативных процессов если у кого есть вопросы пишите пожалуйста отвечу итак готов ответить на ваши вопросы если вопросов нету кстати вы можете мне индивидуально задавать вопросы можете обратиться ко мне в скайп или на почту отвечу никого не оставлю без внимания нет поступает на путь ну благодарю вас за внимание я рад что вам понравилось расскажу хорошие отзывы пошли надеюсь вам помог взглянуть на медитативные процесс как не на некий окульный такой процесс она научный да вот да конечно буду вам очень признательно благодарен если вы оставите свои отзывы это для меня конечно получить обратную связь очень важная и очень необходима я привык конечно больше вести тренингов реально в реале как говорится а по интернету не хватает мне вашей обратной связи поэтому буду особо благодарен пишите ну в общем все всем всего доброго желаю успехов медитации спасибо спасибо Продолжение следует... Продолжение следует...